Утро доброе всем из Барселоны, столице Каталонии. Ничего у нас тут за ночь особо пока не изменилось, кроме того, что всю ночь шел дождь. И дождь довольно сильный. И сейчас идет, но сейчас недовольно сильный. Если будет такой ливень, какой был ночью, я не знаю, как они будут выгружать эту мебель. Как-то же будут. Еще только шесть утра. Барса только начинает просыпаться. Только-только начинают машинки вроде появляться. Пару штук даже проехала. О, точно. Не соврал. Мои поддоны, которые аккуратненько сложил. У нас все хорошо по машине. Баки целые. Ждем. 13 градусов. Тепленько, вообще хорошо. Красота. Спим без печки. Милое дело. Зима в Испании называется. Ждем. Нам обещали к 8 утра. Обещали с 8 утра начать выгрузку. Обратку нам уже все подтвердили. Заявка есть. Куда поедем? Расскажу, куда поедем. Пока ждем. Я смотрю, так он туда поехал. Вот он так туда налево. Я расспрошу, как тут лучше выезжать. Мы-то оттуда приехали. Разберемся. Птички начинают петь. Просыпаться только. Лепота. Как летом. Весна. Ранняя. Ну, процесс выгрузки пошел. Вот так они будут доставать. И через вот этот забор, вот туда к этому милому, симпатичному, явно не дешевому домику, это все дело выгружать. Вот там, как мне сказали, где-то живет директор порта, начальник порта Барселоны. Вот, по-моему, вот этот дом, вот это Пальма. Я забыл название. Я там не сильно силен в футболистах Барселоны. Гуэ... 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 Гуэйру... Лео Гуэйру или Гуэ... Ну, что-то мне такое. Сказал уже переспрашивать. Я не стал, чтобы не позориться. Вот это его дом. Вот он здесь живет. Игрок Барселоны. Короче, здесь считается самый престижный район. Барселоны. Там внизу мы ехали. Там, оказывается, есть этот... Как его? Какой-то университет, приравненный к Гарварду. Тридцать штук евро в год обучения. Короче, как сказали, да, это самый престижный район Барселоны. Вот этот. Куда нас занесло, друзья? Огонь! Ну, процесс пошел. Один парень из Екатеринбурга, остальные все украинцы. До Колпноу здесь 30 минут ходьбы. Хоть дождь идет, но мы сегодня до Колпноу прогуляемся. Процесс идет потихоньку. Как и дождь. Поэтому крышу до конца не сдвигаю, чтобы не мокла мебель. Все, братцы. 11 часов мы разгружены. Наше вон шматье рабочее будет сейчас сохнуть. Короче, на улице ливень. Я не знаю, даже я не готов под таким ливнем гулять по Барселоне. Полчасика подожду, если не утихнет. Но судя по тому, что у нас делается на небе, ничего здесь не изменится. Еще с утра он такой моросил. Ночью лил сильный, с утра моросил, а сейчас вообще вот такой ливень, чтобы просто хоть выкручивать. Вот до магазина, до ближайшего, если добежишь, то будешь. Ну, в общем, не есть вырывал. Это только мучение. Поэтому все. Загрузка у нас есть. Нам надо на нее валить. Стоять у нас времени нету. Куда нужно валить? Когда поедем, расскажу. Вот. Поэтому, если была сейчас погода нормальная, можно было, конечно, сбегать до Калпноу, до стадиона, где играет знаменитая Барса. Увидеть его вживую. Ну, под таким дождем, честно сказать, у меня просто нет никакого желания туда идти. Подожду полчасика. Ну, полчасика, час, до 12. Если ничего не изменится, значит, будем стартовать. Но, судя по всему, что нет. Больше ждать времени нету. Нам валить далеко на загрузку. Мы поедем на загрузку в Германию. А куда будем с Германией, уже расскажу потом. И почему едем в Германию, тоже расскажу потом. Ну, ждем. У моря погоды, но шансы минимальные. В общем, по итогу все-таки мы дождались. Более-менее дождь прекратился, но он тут то потухнет, то погаснет, то начнется, то закончится. Ладно. План какой? Сильно расхаживать, разлогойствовать никуда не будем. Идем целенаправленно на Камп Ноу. Здесь два километра до него мне пройти. Идем к нему. Посмотрим на него и возвращаемся обратно, потому что время уже пол первого. Мне валить почти полторы пищи километров. Надо за сегодня отработать еще целую смену. И завтра в субботу целую смену отработать. Сегодня пятница. В воскресенье мы будем стоять. И в понедельник, сколько не доедем, доезжать. Поэтому надо полноценно еще два рабочих дня работать. Вот видите, как они испанцы на вот таких драндулетах на работу и на учебу ездят. Это тут школа или это вот этот вот колледж, который говорили, что приравненный к этому Гарварду? Надо еще посмотреть, как у них тут по улицам. У них может по улицам надо в масках ходить. Я без маски иду. Не знаю, у меня аллергия потом. У меня все лицо чешется, красное потом. От этих масок трудом какой-то. Сейчас посмотрим, как люди ходят. Смотрю, все люди ходят в масках. Чувствую, что надо мне одевать, иначе пригребут и впаяют не по-детски. Вот наш автобан. Вот сюда нам надо будет выехать. Но мы вот там дальше выедем. Поедем так же. Обратно туда вернемся. И объедем в Барселону. Потому что через центр в эту сторону мы, не знаю, не хочу я туда ехать. О! Здесь, конечно, шикарный костел этот. Огромный, в готическом стиле. Там так недостроенный. Но у меня нет времени к нему идти. Если бы мы грузились где-нибудь здесь, в Испании, или здесь же, в той же Барселоне, то да, можно было бы тогда и туда, и сюда. Короче, обладить эту Барселону вдоль и поперек. Но, увы, или подача была поменьше. А так, неполноценных два дня еще надо работать. Поэтому, братцы, сегодня чисто маршрут Камп Ноу. Но я так понимаю, уже вон я отсюда его и наблюдаю. По прямой. Идем к нему. И... И что? Ну, посмотрим на него хоть своими глазами. Вживую. Не каждому удается увидеть Камп Ноу, где играет знаменитая Барселона. Ой. Чуть не упал. Конечно, да. Разнообразие пальм просто поражает. Прикольно, да? Декабрь месяц. Все зеленое. Листики видишь на деревьях. Видите, на деревьях зеленые. Травка зеленая. Ну, не на всех кое-где пооблетали. Ну, есть, наверное, вечные зеленые деревья. Вот, смотрите. Прикольно, правда? Декабрь. Восемнадцатое. Ну, а пальмы местные, это вообще огонь. Да. И назад нам придется все время в гору. Пока мы все время с горы катимся. Как колобок. Не знаю, я смотрю там, кто в маске, кто без. Иду без маски. Не могу я в ней находиться. О, еще одна. Прикольно. Класс. Тоже какое-то посольство, да? Я так понимаю. Вот это тоже здание похоже. Я так там и не нашел. Но я и не ходил, не искал российское. Ну, где-то там посольство России. Где мы выгружались. Может, мимо него будем проезжать, как будем выезжать. Надо погуглить будет. Вон какие. Вон их сколько много. Огонь. Не знаю, я кайфую от местных пальм. Просто кайфую. Я понимаю, что для них здесь все обыденность. Как для сибиряков кедр там. Еще что-нибудь. Где вообще прикольно так на эти пальмы смотреть. Так, что нам там Лариса Ивановна говорит? Где наша? Что нам тут осталось? Один и три километра. Сейчас нам надо направо. Крутить. Верните направо. О! Лариса Ивановна сказала. Так, по-моему, там какие-то магазинчики. На обратном пути заглянем. Пока на Камп Ноу рулим. Вот куда-то мы вышли. На центральные улицы. Даже фонтаны работают. Представляете? Правильно, что на улице 14 градусов тепла. И все. В пальмах, пальмах, пальмы. Вон фонтаны впереди. Опять дождь пошел. Но мы уже почти дошли. Надо дорогу перейти. И вот туда. И там наш стадион. О, пошли. Зелененький. Пока нам горит. Я иду в маечке и в куртке. И все. И мне жарко уже. Куртка такая довольно теплая, осенняя. И все. Вон тут еще какой-то тренировочный стадиончик маленький. Смотрите, газон какой. Это ж настоящий, я так понимаю. Это ж не искусственный. Ну и... Вот. Где-то здесь. Здесь. Вот это вот слева? Да, походу это, наверное, он и есть. Да. Или нет. Да. Знаменитый Камп Ноу. Иллион. Чего-то я это не пойму. Не, ну... Это ж вот большое такое сооружение. Это ж и есть стадион. Что я когда-то по-другому себе его представлял. Да, да. это это оно. Ну, как-то я думал, больше буду впечатлен. Дождь, наверное, мешает. А вот это что-то тут вход куда-то. Вот футбольный клуб Барселона. Вот, блин, ну, зараза. Здесь какой-то, наверное, что-то тут у них. Комплекс какой-то, да? Барселоновский. А, елки-палки, надо быстрее переходить. Ну, да, что-то здесь. Ковид-19, наверное, тут особо-то не зайдешь. Ну, да. Так это вот это стадион или вон стадион? Нет, стадион вон. В общем, вошли внутрь. Это все, я так понимаю, это и есть этот футбольный комплекс. Но я смотрю, тут ничего не работает. Все закрыто. С этим ковидом будет он не ладен. с этим коронопсихозом. Это, наверное, туда, в сам стадион. Потому что это точно не он. Это всякие секции тут, наверное, эти. Билеты тут. Все дела. Да, билетные кассы. Музеи от футбольного клуба Барселона. Еще, может быть, вот здесь кто-то и работает? Барса Стора. О, смотрите. Наверное, здесь есть в продаже футболки. Если вон открыт, то пойдем зайдем. Мне просто интересно, сколько все это дело стоит. Пока решил не заходить. Думаю, пойду сначала в стадион посмотрю. Ну вот оно. Компно. Арена. Ходить вокруг не пойду, конечно. Как-то так вот он выглядит. Главное, что добежал до него. Не, братцы, к сожалению, закрыто. Можем только отсюда посмотреть. К сожалению, закрыто. Видите, новая форма у Барселона. Они сейчас какой-то розовый, зеленый играют. Мне кажется, вот та была намного красивее. К сожалению, закрыто. Не можем мы сюда зайти. Ковид, мне сказали. Ну, это с другой стороны вид, так сказать, на Компноу. Все закрыто, никуда не пускают. Короче, почапали мы обратно. Пойдем какой-нибудь сельпо, найдем по дороге. И, говорится, опять дождь пошел. Да что, что-то такое-то, елки-палки. Подожди ты полчаса, потом мы дихать двое суток без прерыва. Зайдем в какую-нибудь сельпо и машину и все, на выход. О, это стука метро, стука линии в Барселоне. Ну, получается так. Ну, вот с этого перехода только что выполз. Там вход в метро. Эх, нету времени прокатиться на испанском метро барселонском. Для сравнения, да, рыбок тут нету в этом фонтане. Не, не видать. Нормально так, правда. Тут, наверное, парк какой-то. эх, сколько ж надо времени, а? Тут два дня надо стоять, суббота, воскресенье, чтобы все здесь обойти. ну, все не получится, ну, хоть что-то. Палау, да, Педра, без, я не силен в английском, тем более в испанском. Что-то вот кому-то посвящено, каким-то серьезным пацанам. Все красиво, но времени у нас нет. На этом все. Разворачиваем оглобли и пошли в машину. Музыка